Зая, а что ты делаешь? Я тебе не Зая, я потомственная гадалка-потинка. Наведу порчу, сниму порчу, приворот-отворот. С тобой все в порядке? Привет, мои золотые! Привет! Тут недавно вышла передача «Школа экстрасенсов», где опытные экстрасенсы учат неопытных экстрасенсов экстрасенсорики. Да и «Битва экстрасенсов» довольно популярна, и уже там в 105 сезоне, да, продолжается, не знаю какой сезон, 30, там какой-то сезон. В общем, я подумала, а что если у нас есть экстрасенсорные способности? А? Давай проверим. Что-то мне это не нравится. А какое испытание будет первым? А первым делом мы должны придумать себе экстрасенсорные псевдонимы. А чем тебя не устраивает эльфик? По-моему, вполне экстрасенсорно. Ну, экстрасенс эльфик как-то слишком мимишно звучит. А гадалка Афинка, знаешь ли, тоже не Эльвира, повелительница тьмы. Тут к гадалке не ходить. Ну окей. И что ты предлагаешь? А ну-ка, давай, выдумай себе имя. Но только не эльфик. Да без проблем. Значит, ты у нас гадалка, а я тогда буду гадун, не, колдун, колдун эльфуций. О, вот это уже лучше. Похоже? А я, я, я. А я потомственная гадалка Афинара. А тебе идет. Да? Хорошо. Ну, может, конечно, наши имена недостаточно экстрасенсорные. Если вы придумаете нам более экстрасенсорные имена, пишите об этом в комментарии. Самые лучшие мы залайкаем. Итак, перед каждым из нас по 4 фотографии. Они перевернуты на 2 фотографиях знаменитость, а на 2 фотографиях обычные люди. И нам нужно определить, кто где. Да это задание вообще изи. Сейчас я быстренько все определю. А кто раскладывал эти фотографии? Я, 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 я. Ну так надо же, перемешать. Вот сейчас я сам все перемешаю и точно буду уверен, что ты не жульничала. И все зрители тоже будут уверены, что ты не жульничала. За тобой нужно глаз да глаз. Ну хорошо, давай. Раз тебе это испытание изи, давай первый угадывай. Я тебе напоминаю, у тебя 2 знаменитости и 2 обычных человека. Да мне эта информация вообще не нужна была, потому что я все сейчас саму вижу. У тебя там не открылся третий глаз? Не мешай. Окей. Ты мешаешь мне сосредоточиться. Я чувствую здесь над этой фотографией очень, очень много болей. Зая, ты всю нить экстрасенсорики ты мне прервала. Интересно, на камеру было видно, что я вот так вот просто оплевала камеру. Пожалуйста, дай мне закончить сеанс экстрасенсорики, хорошо? Я должен прочитать, что на этих фотографиях. Ты мешаешь мне читать. Понимаешь? Окей. А то сейчас я прочитаю, что у тебя в голове. Вот это очень, очень тяжелая фотография. Этот человек причиняет очень много страданий каждый день. Это какой-то русский певец. Как с тобой можно вообще экстрасенсорировать? Я молчу, я ничего не мешаю. Я просто, ну, быстрее экстрасенсорируй, пожалуйста. Я тоже хочу. Я не знаю, кто этот человек, но он принес достаточно боли очень многим людям. Мне аж руку жжет. А ты шо? Попробую это рукой. Нет, все-таки он отъявленный негодяй. Его нужно заточить. Где? Заточить. Чипсы точат. Или копчету точат. Заточить в тюрьме. Ты понимаешь? В тюрьме. Заточить шоколадку. Я жду ответ от вселенной, а ты тут добрубаешь своим смехом. Пожалуйста, не мешай. Я тебя прошу. Ой, нет, жжет руку. Я не могу читать эту карту. Он просто преступник. Я не знаю, кто это, но его надо просто посмотреть. Ты должен сказать, это знаменитость или нет? Ну, я не знаю, но может быть это знаменитый преступник. Я не знаю. Я не могу дать более точный ответ. Ладно, скрываемся. Так, это был... Это доктор Хеллс? Нет, это не доктор Хеллс. Это доктор Зло? Ну, это какой-то врач. Это обычный человек. Ты из него сделал доктора Зло. Это обычный человек. Ну, может это зубной врач, я не знаю. Может, это преступник просто переоделся в зубного врача или терапевта. Кто это? Терапевт. Ладно, он допуст... Ладно, я же не говорил, что он вот точно преступник. Просто он причиняет боль людям. Он... Хочешь сказать, что он не причинял боль людям? Там, например, по коленке постучать. Может, он кому-то очень сильно постучал по коленке. Понимаешь? Ой, негодя. Может, у кого-то синяк на коленке. Если это донтист, они же больно делают. Больно. Ладно, засчитаем тебе один балл. Хотя ты четко не ответил. Простой это человек или знаменитость? У нас задача определить, простой человек или знаменитость. Ну, это, скорее всего, знаменитый донтист. Подожди, ты меня заболтал. Какой один балл? Так это не работает. Кто вытаскивает знаменитость, тот получает один балл. А кто не вытаскивает знаменитость, тот и не получает баллов. Ты вытащила обычного человека, у тебя ноль баллов. Ну, я же угадал, что он просто доставляет кому-то... Нам нужно угадать две знаменитости. Все. Я прослушал. Когда ты рассказывал правила, я все прослушал. Ну, ладно. Теперь я тогда настроюсь именно на энергию популярности. Вселенная мне будет говорить, популярные люди или нет. Теперь твоя очередь. Сейчас я на тебя посмотрю. Я сейчас открою свой третий глаз и все угадаю. В какой части тела у тебя располагается третий глаз? Не скажу, это секрет. Сейчас я пошумаю. Я не буду угадывать, кто кому там что причиняет. У нас задача определить знаменитость или нет. Начал тут в космос сигналы посылать. Ну, хорошо. Так. От этой фотографии исходит жар. Мне кажется, на этой фотографии певица. У меня открылось третье ухо, и она туда поет. Хорошо, что она не поет в мое третье ухо. Та-дам! Я угадала! Я угадала! И кто это? Это Тейлор Свифт. А по мне так похоже на Милу Йовович. Это певица, и я угадала. Не, я не угадала. Я определила своим третьим ухом. Заметь, я не жульничала, потому что ты перемешал все фотографии. Мое третье ухо работает. Привет! Зая! О, нет-нет-нет. Потомственная гадалка Афинар. Это не твое третье ухо тебе подсказало. Ты просто знала, какие у тебя там карты. И ты банально угадала. Ты же их собирала для этого видео. Ну да, я знала, что одна из четырех певица. Но я не знала, где она. И мое третье ухо мне напело. Хе-хе-хе. Твоя очередь. Хорошо, хорошо. Моя очередь. Я готовлю свои суперсенсорные поверхности. Слушай, мне этот дантист, он перебивает все волны. Я его отодвину подальше. Ну давай быстрее. Не мешай, не мешай. Дай сосредоточиться. Вот. Вот у этой фотографии просто огромный магнетизм. Просто, просто огромный. И кто там, кто там? Это может быть только популярный человек. Ты уверен? Ты можешь проиграть. Певица, например. Ну, мне кажется, это певица. Конечно, это певица. Ты же над моей фотографией тут висишь. Хе-хе. Да, это популярный человек. Это, я вскрываю эту фотографию. Ну давай. Ну блин. Я не угадал. Это просто чувак. Да ты чё? Это же не просто чувак. Это же Элджей. Как Элджей? Да он похож на нашего соседа снизу. Да нет, это Элджей. Ты угадал. Блин, зачем я тебя подслуживаю тут? Я точно угадал? Да, ты угадал. Это точно не наш сосед снизу? Нет. Ты вообще не в тренде. Где ты вообще? В подвале живешь? Ты уверена, что это Элджей? Да, ты пещерный человек. Ладно. У меня бал. 1-1. Моя очередь. Открываем чакры. Смотри только потом, не забудь их закрыть. Чакра открылась. Чакра 2. Я чувствую вибрации космоса. От этой фотографии прям вулкан энергии. Искра, буря, безумие. Я думаю, что на этой фотографии знаменитость. Скрываемся? Скрываемся. Может, это знаменитый бухгалтер? Может, это знаменитый человек, который изобрел калькулятор? Может, это Светлана Лобода в клипе «Бухгалтер, милый бойко-бухгалтер». Светлана Лобода не пела эту песню? Не пела. Ты проиграла. Это просто стоковая картинка из интернета. Переход хода ко мне. Но у меня есть еще надежда. У нас пока 1-1. 1-1. Итак, дай мне снова установить связь с космосом. Антенка. Я поправила антенку. Не дыши, пожалуйста. Ты перебиваешь меня. Заново все теперь. Теперь заново настраиваться. От этой фотографии веет холодом. Ты тут отопление отключил. Нет, это не отопление. Как будто с холодильника тянет. С морозильника. Там мы же 5 минут назад ели. Вот оно и тянет с холодильника. Ну, я хочу сказать, что от этой фотографии вообще ничего не чувствую. А от этой чувствую холод. А там жар не чувствуешь? Тут жар не чувствуешь. Но вот холод, это означает что? Человек популярен или... Что это значит? Это мертвец? Не знаю, но я чувствую холод. Вот здесь нету ничего. То есть здесь ничего нет. А здесь я чувствую холод. Может, это человек, который работает в холодильнике? Обвальщик мяса там или рубщик мяса там, они в холодильнике работают? Или они не в холодильнике работают? Ну, в морозильной большой камере. И они разделывают кушки. Мясник. Мне же надо сказать, популярный это мясник или не популярный? Ну, ты знаешь хоть одного популярного мясника? Ни одного не знаю. А, нет, есть Декстер. Это был сериал такой, Декстер. Может, там Декстер? Может быть. Короче говоря, я ставлю на то, что в этой карте популярный человек, а на этой карте получается не популярный, потому что я вообще ничего не чувствую. То есть вообще ноль. Ну, хорошо. Вскрываемся. Вскрываемся. Давай. Блин, ты угадал! Посмотрите! Посмотрите! Ты угадал, так нечестно. Ты подглядывал. Это же Джон Сноу. Он бастард Неда Старка. От него веет холодом, потому что он старт. Да. Зима близко. Зима близко. А еще он мертвец, я же тебе сказала. Ты сказала, что его х... Да! И его х... Да! Это был спойлер! Нет, это же было уже давно. Ну и что? А вдруг кто-то не смотрел? Ну х... Ладно. 2-1, но я еще... У меня есть шанс выйти в ничью. Да, ты можешь выйти в ничью. Давай. Хорошо. У меня две фотографии. Одна популярная, одна нет. И сейчас мы определим. Если бы у меня были способности вот так вот поднимать. И я бы такая... Подсмотрела. Эта тема не для этого. Не для этого? Хорошо, так. Чакры. Чакры уже закрылись, пока ты тут определял своих. Так, ну как не напороться еще на одного бухгалтера? Я не знаю. А класть руки на карты можно? Я хочу почувствовать, какая фотография горит, а какая нет. Ты должна почувствовать популярность. Ты связалась со вселенной? У меня есть третий глаз, третье ухо и чакры. Я же тебе говорила. Ты забыл? Ухо молчит, потому что это не певица. Так. Глаз что-то, я не знаю, он, наверное, уже заснул, спать хочет уже поздно. А чакры закрылись, пока ты тут угадывал. И в итоге я осталась без способностей. И мне надо полагаться тебе на интуицию. То есть ты сейчас будешь просто угадывать. У меня есть еще интуиция. Экстрасенсорные способности это в том числе и интуиция. Ну если ты полагаешься на интуицию, то я в шоколаде. Ладно. Эненьки, беники, ели вареньки. Вот это вот популярность. Ну давай, проверим. Та-дам! Это Ивлеева! Эненьки, беники сработали! Вот что значит экстрасенсорные способности. Твои вареники оказались гадающими. Да. Вообще-то мы не знаем, как все происходит на битве экстрасенса. Вдруг за кадром там тоже. Эненьки, беники, ели вареньки. О, вот это вот знаменитость, а вот это нет. А эненьки, беники потом вырезают. И так получается, что экстрасенс такой. Хм, потом о, вот это. А эненьки, беники вырезали. Как этот метод называется? Экстрасенсорные вареники? Да. И они пользуются популярностью не только у тебя, но и у экстрасенсов с телеканала. Это не факт, но чудо монтажа. И они могли на эненьки, беники погадать, а потом все обстряпать, что это они. Надо ими тоже мне воспользоваться. Не трогай, это запатентованная моя вообще-то штука. Ну что ж, у нас получается ничья. Это означает, что мы оба обладаем экстрасенсорными способностями. Способностями. Да, это значит, что у нас что-то есть от экстрасенсорных способностей. Ну не считая моих эненьков, беников, наверное, да? Или это ей тоже годится? Вполне себе вариант. Если вам нравятся выпуски с колдуном Ильфуцием и потомственной гадалкой Альфинарой... Альфинарой? Альфинарой я сказала? Альфинарой. Альфинарой. То ставьте лайки, пишите комментарии, и мы еще снимем выпуск и проверим еще свои экстрасенсорные способности. Да, только в следующем выпуске все будет сложнее, гораздо сложнее. Мы запрячем человека в багажник и будем угадывать, в какой он машине лежит. Ты че? Похищение будет или что? Во! Для этого нам нужен человек, которого мы типа похитим и будем прятать по багажникам. Да это журналовка, ты че? Напишите в комментариях, кто хочет быть похищенным, кто хочет прятаться в багажнике, а мы будем вас отгадывать, в какой вы машине лежите. Напишите в комментариях, кто хочет попасть в это видео. Ладно, давай заканчивать это видео, а то ты сейчас до уголовки нас доведешь. А еще я хочу передать привет и поздравление Алене Кузнецовой. У Аленочки было день рождения 24 апреля, и я ее поздравляю. Аленочка, желаю тебе исполнения всех твоих мечтаний, чтобы у тебя все-все в жизни получалось, и чтобы тебе во всем сопутствовала удача. Надеюсь, ты хорошо отпраздновала свой день рождения. А если вы хотите получить видео привет или видео поздравления или сигну, переходите в мою группу ВКонтакте, участвуйте в конкурсах, за конкурсы получайте конфетки, а конфетки обменивайте на призы. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, хотите ли вы вторую часть с экстрасенсами. Я уже хочу. Напишите, что и вы хотите, потому что я уже хочу снимать это видео. Ладно, до встречи в следующем видео. Пока. Пока.